Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Салон по изучению Библии» для того, чтобы мы с вами еще дальше продвинулись вместе с Богом по собственной дороге жизни. У каждого она своя, и каждый прошел разные этапы своей жизни. Кто-то уже подошел к финишу, кто-то только ступает на эту дорогу. Кто-то, может быть, уже прошел большую часть своей жизненной дороги, но и только сейчас встретился с Иисусом, и поэтому для него старт новых отношений, новых возможностей только открылся. И поэтому сколько судеб, столько и точек отсчета, где мы находимся в данный момент. Но для каждого из нас есть возможность в школе Божьей получать те уроки, которые будут одинаково кормить как младенца, так и профессора в глазах Божьих. И далеко не всегда физический статус профессора определит зрелость восприятия Божьей мудрости, потому что для этого нужно готовить внутренние хранилища уже на духовном уровне, а не на интеллектуальном. И даже, может быть, что-то будет мешать для восприятия Божьих ценностей, исходя из той логики, которая стала железной, которая укоренилась за счет тех процессов ценностей, которые вкладывались или отдавались разуму. И при всем том, что очень ценю разум, очень ценю мудрость в жизни людей, но тогда, когда человек разум ставит на первое место, а логикой пытается понять Бога, тут нестыковки. Тут сразу происходит уже такая позиция, которая называется противостояние Богу, противостояние тем вопросом, как Бог описывает какие-то истории в книге Библии. Например, одному христианину задал вопрос человек, который считал себя достаточно мудрым и разумным. Неужели ты веришь, что кит проглотил Иону? На что христианин ответил, и, казалось бы, может быть, это выглядело несколько смешно, но он сказал, даже если бы Бог сказал, что Иона проглотил кита, я и тому бы поверил. В том смысле, что я сейчас не от логики отталкиваюсь, а от того, что если Бог написал, Он точно знает, какие животные, каких размеров, где плавают, какого уровня или размера кита надо было послать к Ионе. То есть Господь точно в этом разбирается, потому что Он творец. Но логика человеческая не позволяет это принять и сказать, как такое может быть. И вот здесь разумность, казалось бы, может помешать принять мудрость Божью. И в этом смысле надо уметь или стать, или остаться более эластичным и гибким к информации, которую мы берем от Божьего источника. И поэтому мы с вами читаем дальше, чтобы нам размышлять о высоком, о глубоком, о масштабном. И для этого 18 глава книги Иова с 11 стиха. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда. Возвращаемся опять к напоминанию, о ком речь. Кого со всех сторон будут страшить ужасы? Дело в том, что мы сегодня просматриваем атмосферу или состояние общества по всему миру. И люди, которые много смотрят информационных источников, то могут страшиться и ужасаться. А почему? Потому что ценности и приоритеты расставлены неверно. Сколько лжи сегодня льется с источников СМИ? Из этого источника, в котором разобраться простому человеку бывает очень непросто. Люди, которые имеют профессиональное отношение к телевидению, а тем более к новостным блокам, они четко знают, сколько там есть подтасовок, сколько недоговоренностей. Либо наоборот, чего-то там добавлено такое для красного словца, для перца. Потому что тогда это будет новость, которая облетит быстро или быстрее других весь мир. Надо понимать, что эта мотивация журналистов, она есть изначально. Потому что хочется быстрее достигать или как конкурентоспособным быть в этом мире, где так много информационных различных представителей. Поэтому, друзья, давайте мы не будем лить воду на эту мельницу. А у нас есть возможность с вами разбираться в источниках не по смыслам, которые дают, а по критерию истины. Потому что если критерий истины есть внутри, то ложь сразу обнаруживается. Если же мы пытаемся во лжи найти, где же тот критерий истины, то мы запутаемся. Потому что фальшивку никогда не изучают, когда хотят понять, как выглядит подлинник. Поэтому подлинник надо хорошо изучить, тогда фальшивка будет сразу видна. Вот тогда мы с вами и погружаемся в Божье Слово для изучения того подлинника, той истины, которая дает нам критерий, по которому дальше мы можем определять, а что же происходит в обществе и где, и какие опасные известия, с какой целью подбрасываются. Чтобы человека заставить жить вот в этом состоянии, от всех сторон будут страшить его ужасы. И если ты сегодня попал в эту категорию, то как можно быстрее надо из нее выходить. Потому что у этого есть причины. Одна из причин, мы говорили про гнев. Другая, можно добавить, гнев, он обязательно приведет к последствиям ненависти, когда человек будет ненавидеть другого человека. А как это происходит? В сознаниях людей начинают формировать недочеловека. То есть вот эта категория, эта нация или эти люди, они недочеловеки, поэтому их лучше уничтожить. И вот именно расизм на этом построен был всегда. Потому что кто-то по цвету кожи, кто-то по принадлежности к нации, по нахождению на континентальном уровне, могут определять недочеловека. И формировать в сознаниях других людей вот такое отношение. И в этом ключе очень опасно попасть вот в эту категорию людей, которые питаются вот этой пищей гордости. Потому что Левиафан, он отец сынов гордости. Это та природа, которую по-человечески обуздать нельзя. Вот тогда, когда начинает на другого человека обрушиваться эта природа, она его заглатывает. Она начинает формировать в нем ненависть к другим людям. Но надо понять, друзья, как ты, Божье творение, так и другое Божье творение. Да, кто-то его наполнен иным содержанием, кто-то сейчас наполнен злобой, кто-то наполнен ненавистью, кто-то наполнен негодованием, злоречием, или сквернословием, или гордостью и так далее. Но это наполнение, которое можно заменить, которым можно работать, пока жив человек. А вот то, что Бог сотворил, оно от начала было добрым, оно от начала было Божьим, а уже в течение жизни кто-то постарался, кто-то влиял. И есть понимание, кто и каким образом, потому что слишком много отводилось за последнее время вот этим источникам видеоформата. И где были показаны те герои, которые героями не являются, но которые могут выглядеть так, что человек хочет на них равняться, особенно дети. Да сохранит нас Господь от этих подмен, потому что все, что мы съедаем, это становится нашей сутью. Глаза едят. И то, что нам предлагает Господь, вкусите и увидите, как благ Господь. Есть от Божьего источника, от Божьего слова, это тоже просвещает наши глаза. И тогда мы начинаем видеть уже так, как видит Бог. И поэтому я предлагаю не есть то с одного, то с другого стола, а есть только с Божьего источника, чтобы четко отличать то, что является подделкой в этом мире. А его очень много. И Голливуд на это работает. И множество корпораций сегодня работают на то, чтобы завладеть вниманием человека, завладеть его временем и формировать его изнутри с учетом тех предложений, которые они будут давать. Но сам человек, не опасаясь здесь никакого подвоха, никакой ловушки, легко может туда попадаться. Поэтому мы с вами достаточно подробно разбираем текст описания из книги Иова, потому что здесь как раз идет речь вот об этих людях, где со всех сторон будут страшить его ужасы. То есть ел от этой пищи и попал под ее влияние. И заставит его бороться, бросаться туда и сюда. То есть начинают метаться, куда-то ехать, куда-то переезжать, куда-то прятаться, что-то делать, какие-то шаги предпринимать, которые могут человека заставить жить в подвале, образно говоря. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. То есть человек, отрезанный от полноценного питания, конечно, истощится. Потому что мы здесь не источники и не ресурсы, а мы сосуды, которые нуждаются в восполнении всякого даяния. Это и наши смыслы, это и мотивация, это наши отношения. Это все то, что надо питать. А питать мы можем только тогда, когда питаемся сами. Когда на это кладем тоже цену и время. И поэтому, когда с этим мы разбираемся, а что я ем, от чего складывается мое мироощущение и мои взаимоотношения, то вот здесь как раз возможность себя сравнить. Истощиться от голода сила его. Если человек начинает понимать, что он ослаб, то понять, а что же он ел до этого? Почему произошла кража его внутреннего ресурса? Почему он так ослаб? Потому что питаясь тем, что не является пищей, а заменителями, даже которые нам на физическом уровне сейчас предлагаются, не только на духовном и на душевном. Потому что физика в данном случае, она уже на последнем месте. Потому что сначала занимались духовным и душевным состоянием. человека, чтобы его сбросить, спаситься из пьедестала в собственной жизни. А сделать марионеткой, сделать в руках врага легкой добычей. Поэтому, друзья, давайте мы пересмотрим свою пищу и посмотрим, голодна ли душа, что она жаждет и что она ищет, чем питались до сих пор. И у нас есть с вами смысловой перевод, который мы тоже возьмем во внимание. Со всех сторон будут только ужасы, которые заставляют человека бросаться то в одну, то в другую сторону. Истощится он от отсутствия слова. И гибель готова для него, поджидая удобного для него случая. Понятно, что для самого человека это неудобный случай попасть в гибель. Но имеется в виду, что человек туда уверенно двигается, в этом направлении, а, соответственно, уже ждет его там эта ловушка. Я очень желаю, друзья, чтобы мы сегодня не шли с большинством на зло. От того, что мы живем в непростое время, от того, что мы живем в очень полярное состояние общества, где сегодня разделение идет на уровне городов, наций, стран, церквей или церкви как единого организма по разным странам. То есть идет это противостояние друг к другу. Кто-то в активной позиции, кто-то пытается эти вещи убрать и каким-то образом нивелировать, насколько это возможно. Но есть большая активность со стороны тех, которые считают, что у них есть право диктовать. Диктовать другим, что им делать. Диктовать Богу, как надо себя вести. И поэтому всегда такая категория была и остается. Но Господь предлагает нам сегодня с вами эту категорию не усиливать собственным присутствием или ужасами, которые идут оттуда, а благословлять Бога внутри себя и через нас благословлять то общество, в котором мы живем, чтобы все здоровое и все ценное объединилось. И вот это объединение, чтобы оно не было формальным, но чтобы оно было живым и полноценным, чтобы оно было действующим и активированным через наше решение, что «а я и дом, мы будем служить Господу», «а Господь позволит мне соединиться с теми, которые имеют здравые смыслы и не отдали их на поругание тому веку, в котором мы живем, и нам не попасть под то обольщение, о котором предупреждал Христос. Смотрите, чтобы вас кто не обольстил». Речь идет о последних днях, о последнем времени. Значит, сила обольщения явно не та, которая была много лет назад и на протяжении множества веков, а та, которая усилена сегодня. И люди, которые не готовили свое сердце истиной, не пропитывались этой истиной, легко становятся жертвами, легко становятся марионетками в руках подобного состояния размышления общества либо тех людей, которые авторитетны, но под влияние которых попадают остальные. Очень хочется вас пригласить размышлять собственным умом, который дал Господь, и чувствовать сердцем, духом быть на связи с небом, чтобы не попасть в эту общую ловушку, потому что мышление большинства очень многих захватывает. Но, еще раз повторю это выражение, «не следуй за большинством назло». Соломон понимал, есть опасность вот этой энергетики, множественности, когда она увлекает людей на неправильные поступки. Поэтому пусть не большинство будет определять твой выбор, а истина и ее критерии внутри твоего сердца. И наша молитва о том, чтобы это могло состояться и состоялось в нашей жизни как возможность. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что возможности неба — это ресурс. Это ресурс, который ты не удерживаешь у себя, потому что тогда, когда мы придем в небеса, то эти ресурсы будут нам доступны для всех и в большом объеме, но уже нам не будет необходимости так противостоять, потому что там уже вся эта природа не изложена. Но сейчас на земле у нас есть огромная необходимость быть людьми, которые взяты тобой в удел, быть людьми, которые знают твой голос и не идут за большинством назло. Поэтому я хочу высвободить эту силу любви, силу благодати, силу мудрости, для того, чтобы нам понимать, что ты делаешь сегодня, как нам не попасть в ловушки, расставленные, может быть, ложью, в которую поверили раньше, может быть, неправильным питанием или обольщением, которое пропустили в чем-то. Поэтому пусть твои фильтры работают через твой дух, через твое слово, через твое присутствие. И я благословляю каждого из нас познавать твою волю, и она единственно благая, единственно угодная и совершенная. И поэтому для нас это важно и понимать, и слышать, и чувствовать. Да будет имя Твое благословенно! Во имя Иисуса Христа! Аминь! Всего доброго! До новых встреч! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok